Привет, мои дорогие друзья на канале Рецепты в гостях Увани! Рад, что вы сегодня у меня в гостях! А я предлагаю приготовить потрясающие, вкусные, сливочные макароны с сыром. 250 грамм макарон. Обязательно нужно отправить в подсоленную воду. На 2 литра я взял пол столовой ложки соли. И варю макароны, сколько указано на упаковке. Примерно 8 минут. Переваривать макароны не нужно. И у вас будет время, чтобы измельчить чеснок. Конечно, ориентируйтесь по своему вкусу. Я очень люблю чеснок. Взял 3 зубчика. Если есть возможность, возьмите свежий тимьян. Если нет, возьмите пол чайной ложки сушеного. Это действительно очень классный и вкусный ужин. Минимальные подготовки, а результат вас удивит. А в это время, пока варятся макароны, в другой кастрюле я растоплю 2 столовые ложки сливочного масла. И на сливочном масле обжарю чеснок с тимьяном. Слишком долго обжаривать не нужно. Достаточно 2 минут. Подождать, чтобы чеснок открылся. И добавить муки. 35 грамм. Прогреваю муку со сливочным маслом еще 2 минутки. За счет того, что я обжарю немного муку, у блюда получается невероятно классный вкус. Мука абсолютно не будет чувствоваться в блюде. Будет яркий, насыщенный аромат. После того, как макароны сварились, я сливаю воду. И ни в коем случае не нужно промывать макароны и добавлять масло. И когда я довольный результатом, я меняю лопатку на венчик. И добавляю небольшими порциями 2 стакана холодного молока. Температура на плите стоит 5 из 10. Молку обязательно нужно добавлять небольшими порциями, чтобы не образовались комочки. И постоянно перемешивать с помощью венчика. Вкусный соус для пеканности. Я еще добавляю неострой дижонской горчицы. Примерно 1 чайную ложку. Острая горчица сюда не подойдет. Нужна неострая. Соус на плите готовится примерно 5-7 минут. И за это время специи откроются. Подлива уже получается великолепная. Нужно еще добавить немного соли. Конечно, ориентируйтесь по своему вкусу. Я еще буду использовать сыр. Соли много не нужно. Лучше не пересаливать. И, конечно, нужно добавить свежемолотого черного перца. Для яркости вкуса. А следующая с перца совершенно изменит вкус блюда. Блюдо будет как при старане. Немного мускатного ореха. На этом этапе проверяйте соус на вкус. Добавляйте специи, те, которые вам нравятся. Великолепный соус уже готов. Посмотрите, как он собирается за лопаткой. Яркий, насыщенный по вкусу. Температуру на плите меняю на самый минимум. И макароны с сыром нужно добавить сырка. 170 грамм натертого сыра. Тот, который вам нравится. Тщательно все перемешиваю и жду, чтобы сыр расплавился. Вот теперь соус для макарон уже готов. Если макароны промыть, потеряется главный вкус. Если они сейчас немного слиплись, ничего страшного. Сейчас разойдутся. Макароны с сыром практически уже готовы. Можно продолжить на этой же сковороде. А для красивой презентации я переложу форму для запекания. Немного смазав дно подсолнечным маслом. На этом шаге соус еще жидкий. Ничего страшного. Он сейчас загустеет. Такое блюдо я готовлю часто. Можно просто отправить в духовку, посыпав немного сыром. А я вам покажу другой вариант. Еще вкуснее. Возьмите полстакана панировочных сухарей. И добавьте примерно 30 грамм сыра по типу пармезан. Конечно же, сейчас можно взять сыр любой по вашему вкусу. Либо тот, который вы уже использовали с макаронами. А я для контраста вкуса люблю взять другой сыр. И добавьте еще одну столовую ложку сливочного масла. Мягкого. Сейчас с помощью пальцев удобнее всего перемешать сыр с панировочными сухарями и маслом. Чтобы получилась вкусная посыпка. Получается такая песочная посыпка. Вот такая текстура. Добавляю тонким слоем сверху. Это действительно ресторанный рецепт. Вам очень понравится. И остается отправить эту вкуснотищу в разогретую духовку на 200 градусов. Чтобы подрумянилась средний уровень, накрывать ничем не нужно. Примерно 20-25 минут будет достаточно. Посмотрите уже как красиво. Пахнет уже на всю кухню. И очень хочется продегустировать. Нужно дать немного остыть. Ну и минут 10. Друзья, посмотрите, какие вкусные макароны с сыром я для вас сегодня приготовил. Конечно, нужно пробовать эту вкуснотищу. Я очень часто готовлю такое блюдо. Готовится буквально 20 минут и время на духовку. Невероятно вкусный соус для макарон. Вот такое блюдо, друзья. Приготовите, напишите мне в комментариях. Я буду ждать от вас отзывов. Если еще не подписались на канал Рецепты в гостях в Адне, подпишитесь. Я рад всем, друзья. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока.